Команда Дональда Трампа пополнилась еще одним ключевым игроком. Рекс Тилерсон вступил в должность госсекретаря. Это назначение уже вошло в историю. Во время голосования в Сенате кандидатура Тилерсона вызвала бурные споры. Демократы припомнили бывшему главе крупнейшей частной нефтяной компании и сотрудничество с российским бизнесом и орден дружбы из рук Путина. Все подробности у Григория Емельянова. Присягу нового госсекретаря принимали в Белом доме. На вершине политической карьеры Рекс Тилерсон обещает представлять весь американский народ. К этому вас готовила вся ваша жизнь, напутствует его президент. Дональд Трамп буквально излучает удовольствие. Тилерсон должен стать лицом новой дипломатии США. Дипломатии по Трампу. Пришло время бросить свежий взгляд на внешнюю политику и начать искать новые решения, суть которых в древних истинах. Эти истины заключаются и в том, что каждая нация имеет право защищать свои интересы и что для всех нас лучше, когда мы действуем в согласии, а не конфликтуем. Первое обращение госсекретаря, еще не политическое, а организационное, к сотрудникам Госдепартамента уже звучит программный посыл. Мир изменился, значит должны меняться и дипломаты США. Одна из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками американского Госдепартамента, научиться подстраиваться к новым изменяющимся условиям по всему миру. Я призываю вас использовать весь ваш опыт и профессионализм, чтобы адаптироваться к этому изменяющемуся миру. Такой поворот не всем по душе. Демократы в Сенате сопротивлялись продвижению Тиллерсона изо всех сил. Завернуть кандидатуру не могли, у них в Конгрессе меньшинство, но затянуть процесс пытались. Слово «Россия» звучало почти в каждом выступлении. Деловые связи бывшего главы Эксона с российской нефтянкой и врученный ему наш орден дружбы выставляли чуть ли не преступлению. Сейчас, когда мы пытаемся привлечь Россию к ответу за ее незаконную агрессию в Восточной Европе, за ее военные преступления в Алеппо, за ее вмешательство в наши выборы, как же мы можем доверить пост госсекретаря человеку с такими нежными связями с правительством Путина? За полвека ни один госсекретарь так не раскалывал Сенат. А ведь 12 лет назад казалось, что эта кандидатура к Андолизе Райс вызывает бурные споры. У нее было 83 голоса «за» и 13 «против». У Тиллерсона «за» 56, «против» 43. Простое большинство, причем не слишком убедительное. Еще ни одна кандидатура, предложенная Трампом, не прошла утверждение легко без сопротивления демократов. Чтобы оттянуть назначение министров финансов и здравоохранения, они бойкотировали заседание Сената. Трамп пригрозил, что если такое будет продолжаться и дальше, он готов сделать решительный шаг. Если мы опять окажемся в положении ни туда, ни сюда, как в Вашингтоне обстоят дела вот уже больше 8 лет, если снова все будет так же, то я бы сказал лидеру сенатского большинства МакКоннеллу, Митч, применяй крайние меры. Крайние меры – это изменение процедурных правил Сената в сторону упрощения голосования, чтобы республиканцы, имеющие небольшой перевес, всегда могли голосовать простым большинством. Терпение Трампа вообще испытывают по всем фронтам. То студенты Калифорнийского университета Беркли устраивают беспорядки, протестуя против лекций британского журналиста-правоконсерватора Майла Янополуса. Защитники либеральных ценностей так разошлись, что дошло до поджогов. Университет пришлось на время закрыть, а Трамп пригрозил оставить его без финансирования. То австралийский премьер выводит американского президента из себя. Это был худший разговор за сегодня, признавался потом Трамп. 25 минут вместо запланированного часа. И американец, по крайней мере, так говорят журналисты, сорвался, повысил голос и даже якобы бросил трубку. А все из-за того, что премьер напомнил про обязательства США. Еще Барак Обама договорился забрать часть мигрантов, приехавших на зеленый континент. Австралия беженцев не принимает из принципа. А Трампа, столь же принципиального в миграционном вопросе, теперь вынуждают поступиться. А ведь есть еще своя собственная пресса с первых же дней работы новой администрации, обрушившая на Белый дом шквал критики, даже вопреки неписанным американским традициям. Это ведь называется медовый месяц, когда СМИ дают новой администрации время собраться и начать работать. Если это и был медовый месяц, то он выдался очень коротким. Меня воодушевляет то, как Трамп смело повернулся лицом навстречу ветру. Мы собираемся поддерживать президента всеми способами, пока он держит слово, данное американцам. И действительно держит, несмотря на противодействие, пока Трамп четко идет по своей предвыборной программе. Не отступая от данных когда-то обещаний, ни на шаг. Григорий Емельянов, Наталья Стойнова, Первый канал.